На связи Федор Васильев, а в этом видео я покажу, как установить бесплатное расширение на Joomla. Это карта сайта. В этом видео поговорим, зачем эта карта нужна, каким сайтом подойдет. Подробнее в этом видео. Итак, это пятый урок и команда разработчиков Joomla предлагает свое расширение карта сайта для Joomla. Также карта сайта поддерживает стороннее расширение К2 Кунена Виртуамат. Для новичков информация. Если у вас небольшой сайт, там 10-20 страниц и больше не планируется, то вам эта карта сайта не нужна. Карта сайта нужна большим сайтом с большой вложенностью страниц, где страницы там далеко зарыты, чтобы поисковой бот быстро добрался до всех страниц. Плагин структурирует карту сайта для поисковых машин. То есть это нужно для улучшения SEO вашего сайта. То есть для улучшения, ускорения, индексации ваших новых материалов, ваших новых страниц, статей и так далее. Как правило, карта сайта ставит на интернет-магазины или крупные порталы. Давайте рассмотрим вот это расширение, какие там есть настройки. На момент записи видео расширение у меня последней версии. 1.11.1. Давайте установим. Как обычно, ссылку я прилагаю в своей статье на сайте fedorovasilev.com. Оставлю ссылку на данных разработчиков, где вы сможете скачать данное расширение. У меня это установилось. И установился у нас с вами компонент. И посмотрим, у нас вместе установились с компонентом и плагины. Система Sitemap, планировщик. А дальше, смотрите, он у нас уже активен. Это установилось вместе с картой сайта. Дальше, Virtuomat это интернет-магазин. Компонент такой для Joomla. Если вы это не используете, не будете использовать, то это лучше удалить. Дальше, QNN это форум. Метки это метки Joomla. К2 это стороннее расширение для создания блога на Joomla. Если вы это не используете, лучше это удалить. Материал это то, что нам нужно. И для контактов. Вот я беру только для материалов. Активирую плагин. То есть это обычный комп-контент статьи Joomla. Здесь также есть настройки. Частота обновления карты. Ну здесь мы можем все оставить по умолчанию. Изображение из материалов, то есть из статей. Хотите ли вы это отображать в карте? Стоит да, можно оставить. И категории тоже. Частота обновления карты. Включить изображение из категории. Если не хотите, вставьте нет. О каких категориях идет речь, кто не понял. Это вот материалы. И вот они, категории Joomla. Об этих категориях идет речь. И об этих материалах идет речь. Все, теперь мы переходим с вами в сам компонент. И здесь его настроим. Изначально мы видим, что карта сайта не создана. Нам нужно нажать вот на эту плитку генерация. Специальный файл поместится в корень сайта. Наша вот эта карта. Нажимаем сюда генерировать карту. Генерация карты сайта завершена. Найдено столько-то ссылок. Исключено. То есть он исключает, соответственно, с правилами фильтрации ненужные. То есть карта очень чистая, качественная получается. Например, не нужно вам что-то индексировать. Мы можем также добавить в исключение. Например, политика конфиденциальности. Мы не хотим, чтобы она была включена в карту. Это можно будет исключить. Итого. И теперь показаны, видите, карта. И дата генерации карты. Теперь эта плитка активна. Если я по ней кликаю, вот так вот будет выглядеть ваша карта сайта. Она имеет адрес ваш домен sitemap.xml. Я позже покажу, что надо с этим сделать, с этой карты сайта. Мы сюда еще с вами вернемся. То есть эта карта сайта не для ваших пользователей. Это для поисковых машин. То есть на сайте она нигде, в принципе, выводиться не будет. Также можно удалить карту сайта. В каких-то случаях, если это нужно, или нажать еще раз генерация, это пересоздаст карту. Давайте посмотрим в корневую директорию нашего сайта в хостинг панели. Обновимся здесь. И мы видим, что все работает. Вот этот файл sitemap.xml, которого здесь у вас не было. Он здесь появляется после того, как мы нажали на кнопку генерировать карту. И также, если мы нажмем удалить карту, отсюда этот файл удалится. То есть вот это вот удалить карту сайта. Но если в каком-то случае это нужно сделать, то можно удалить. Дальше плагин. Это то, что мы с вами посмотрели. Открываются все плагины, установленные с этой карты сайта. То есть, как я и говорил, если вы не используете расширение, то вот это, и вот это, и вот это надо удалить. Чтобы не нагружать сайт, если вы не будете использовать эти расширения. Метки можно оставить, контакты можно оставить. А вдруг вы потом захотите включить метки, контакты Joomla в карту сайта. Поэтому их бы я не удалил, а вот эти, которые я отметил, я бы удалил. Возвращаемся в карту дальше. Теперь давайте в нижней плитке посмотрим планировщик. Что это такое? Здесь два варианта, как будет генерироваться карта сайта. То есть она должна пересоздаваться. Ведь вы на сайт добавляете новые статьи, новые страницы. Карта должна как-то об этом узнать. И она должна пересоздаться, чтобы новые статьи, новые страницы были включены в карту сайта. И тут два способа. Первое это планировщик. У нас есть специальная ссылка. Вы можете включить секретный ключ, тогда он подключится сюда. Генерация. Вот этот ключ, он подставляется в конце этой ссылки. И что нужно сделать дальше? Всю ссылку скопировать, пойти на ваш хостинг. Ваши панели хостинга найти. Почти в каждом хостинге это есть планировщик. И вставить в нужное поле эту ссылку. Тогда будет по расписанию генерироваться, пересоздаваться карта. Но я бы воспользовался вторым способом. Не стал использовать планировщик. Запускать пользователями. Включаем. Появляются новые возможности запускать везде. Это значит, я зашел в админскую часть сайта или мои сотрудники. И люди, мои зрители, зашли на фронтальную часть сайта. Каждый раз, когда они заходят, карта будет пересоздаваться. Это можно сделать только для админской части. Это уже на ваше усмотрение. Или только для сайта. Я бы оставил везде. И время запуска. Частота, то есть, да, получается обновление. Я рекомендую оставить один раз в день. Если только вы публикуете по десятку статей каждый день. И хотите, чтобы это сразу попадало в карту. Все равно достаточно сделать один раз в день. Дело в том, что если вы поставите, например, минуты. И там одну минуту, и к вам будет много заходить пользователей на сайт. Это каждый раз будет пересоздаваться карта сайта. И это может нагрузить хостинг. Поэтому я рекомендую оставить, обновлять карту один раз в день. То есть, вот так вот делаем. Все, карта будет обновляться. Сохранить, закрыть. Смотрим следующие возможности. Отладка. Если мы сюда перейдем, нам компонент показывает, что включено и что исключено. И здесь я смогу пояснить. Вот видите, курсы. Пункт меню. То есть, это у меня сепаратор, разделитель. Это не и есть пункт меню. Он просто разделяет родительские пункты. То есть, давайте посмотрим наше меню. Вот на мое меню курсы. Она не кликабельная. Но к курсам привязаны другие пункты меню. Это как выпадающее меню. Соответственно, вот это курсы, оно не несет ни ссылку, никакие материалы. И это в карту вставлять нежелательно. Поэтому компонент сам исключил данный пункт. Он там и не нужен. Дальше. Заказы. Это материал, связанный с корзиной. Тоже исключено из карты сайта. И это абсолютно верно. Я покажу, кто не смотрел предыдущие мои уроки. Я показывал, как делал простую корзину. И вот есть такая статья «Заказ». Здесь специфически создаются заказы с этим расширением корзины. Вот этот заказ. И он не должен быть в карте сайта. И, соответственно, плагин это понял сам и исключил этот заказ. И он так будет другие заказы тоже исключать. По поводу того, как картинки попадают в карту сайта. Это видно вот здесь. Ссылка в карте сайта и картинка. Видно маленькая пиктограммка. Если по ней кликнем, увидим картинку. Тоже попало в карту сайта. Это хорошо. Картинки тоже попадают в карту сайта. Тоже хорошо для SEO. Именно картинок с вашего сайта. У нас с вами осталась еще конфигурация. Давайте сюда перейдем. Ну, здесь, в принципе, многое мы оставляем как есть. Имя файла самой карты оставляем как есть. Генерировать XML. Частота, а также обновление карты. Переходим в фильтрацию. Исключать индекс PHP. Можем исключить. Здесь вот показано. Позволяет исключать из карты сайта сырые ссылки. Ссылки с компонент. То есть в самой ссылке это слово, да? В общем, здесь написано. То есть я бы это включил в положение, да? И исключить компонент тоже, да? Исключить GET запрос не включаю. Дальше фильтр по умолчанию. Если у вас на сайте имеется несколько меню. Это может быть main menu, footer menu, например, нижнее меню. И вы хотите не включать целую ветку меню, например, нижнее меню в карту. Тогда вы можете здесь выбрать фильтр меню. Выбирайте просто меню, которое нужно исключить. И оно не будет попадать в карту. То есть это целая ветка меню, да? В котором может содержаться там 10-20 пунктов меню и больше. У меня одно меню. Исключать мне нечего. Поэтому я включать это не буду. Топ-слова. Это очень полезная здесь опция. То есть, например, вам надо исключить из карты сайта все ссылки, содержащие он категории. То есть, нет категории. Это у нас здесь в менеджер материалов. Есть такая категория. Она по умолчанию создается при установке Joomla. Вот она, Un-категории. И вдруг какие-то обычно в нее материалы добавляют политикой конфиденциальности. Какие-то такие страницы, которые не нужны в карте сайта. Мы можем это исключить. Мы можем почистить нашу карту сайта на примере этих стоп-слов. Давайте посмотрим. Перейдем отладка. Посмотрим на наши 9 добавленных ссылок. Какие пункты я бы здесь исключил. То есть, все, что мы видим в этой таблице, это все включено в карту сайта. И сразу мы с вами видим. Вот она, Un-категория. Менеджер материалов. То есть, естественно, какие-то значимые материалы мы не добавляем в эту категорию. Мы для нее создаем нужную категорию. Но эту категорию мы можем пользоваться для таких вот страниц, статей, как я уже говорил, типа политики, конфиденциальности и другие. И вот она ссылка, она в карте сайта. Если я по ней кликну, вот она, видите, он категория. Тут у меня корзина. Поэтому я просто, смотрите, вот так вот копирую эту ссылку. По сути, название даже, а не ссылку. Перехожу в конфигурацию. И добавляю это стоп-слово. Каждое значение с новой строчки. Сохраним. Чтобы нам увидеть изменения, действительно ли исключили мы этот пункт из карты, нам нужно пересоздать карту. Это можно просто нажать сюда, генерация. Все, карта пересоздалась. Обновляем эту страницу и видим, что здесь уже 8 ссылок. И мы видим, мы исключили из карты ненужный пункт. И таким образом вы исключаете и делаете абсолютно чистую, красивую карту сайта без лишнего мусора в ней. Если вы не понимаете, какой пункт, куда ведет, нужен ли он в карте, не нужен, просто по ссылкам нажимайте. Например, вот эта страница у меня «Заказы». Я ее создал для корзины. Она уж точно мне никак не нужна. Я ее также копирую, добавляю стоп-слово. Посмотрим, что здесь еще. Вот еще одна корзина. Тоже ничего она абсолютно не несет в себе. Есть еще один пункт. И вот так вот вы можете вычистить. Скорее всего, вы будете это делать нечасто, когда сайт у вас готов, основные пункты созданы. Стоит один раз здесь посидеть, все почистить, а потом вы просто добавляете нужные уже страницы, нужные статьи. Например, дальше мы видим, что это статья. Точнее, это анонс статей. Это нужно в карте сайта. Ну и дальше уже просто по названию я вижу, что это все полезно. Это уже развернутая статья. Это также категория. Это также статья. У меня их так мало. Просто это демо-сайт, и тут мало статей, всего две и мало страниц. Поэтому у вас карта может быть куда длиннее. Кстати, исключения, все, что вы в стоп-слова добавили, они будут помечаться ниже. Давайте посмотрим еще раз. Мы это исключили. Сохранить, закрыть. Генерация нажимаем. И обновляем эту страницу. Смотрим уже пять ссылок. Убрали все лишнее. Тут, соответственно, исключения прибавилось. Когда карта у нас готова и настроена, а сейчас мы ее уже настроили, что нужно делать дальше? По идее, я предполагаю, что вы добавили карту сайта, когда сайт уже готов к публикации в интернет. То есть вы должны добавить сайт в поисковые системы Яндекса Google. Это в личных кабинетах, это Яндекс и Google, панели вебмастера. Ну и, соответственно, саму карту сайта нужно, так сказать, скормить поисковикам. Я покажу на примере панели Яндекс.Вебмастер. Вы переходите к карту сайта, вот эту страницу, где у вас в конце подставляется sitemap.xml. Ее надо скормить поисковикам. Мы ее копируем. Я перейду в панель Яндекс.Вебмастер. Естественно, вы сначала должны добавить домен для поисковиков. После того, как вы добавите, вы перейдете к индексированию. Здесь найдете файлы sitemap. Зайдете сюда. Так как карта здесь у меня уже добавлена, так что другой сайт. Я просто покажу на примере. Вы вставите ссылку вашу прямую на карту сайта и нажмете добавить. И через какое-то время, через недельки-две, Яндекс подхватит эту карту сайта и будет ориентироваться на нее. Поисковой робот будет заходить на эту карту сайта, что позволит более быстрой индексации и более качественной индексации вашего сайта, не пропустив ни один полезный материал. Аналогичное действие нужно сделать для Гугла в панели Google Search Console. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!